Добрый вечер! И как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Начать хочу с нашего КПСМЭП, так сказать, развивая тему того, о чем мы говорили несколько недель назад. Это пешеходные переходы в первую очередь, да, и организация в целом в Одессе дорожного движения. Хочу отметить, что ведется эта работа в нескольких направлениях. Первая, это системная, серьезная работа, которую мы ведем с нашими коллегами, с консультантами из Европейского инвестиционного банка. И в дальнейшем с их помощью в городе появятся и островки безопасности, и остановки венского типа, и новые безопасные пешеходные переходы, и решения в организации дорожного движения в целом. Также попутно вместе с этой достаточно серьезной системной работой мы действительно еще и вносим какие-то элементы современного города. Такие вот урбанистические решения, которые работают и достаточно успешно работают во всей Европе. Это новые какие-то оригинальные пешеходные переходы, либо манекены детей, школьников, которые мы сейчас оставим возле пешеходных этих переходов. Конечно, эти решения это не панацея, эти решения не научат и не заставят недобросовестных водителей выполнять те необходимые нормы дорожного движения. Но, тем не менее, все равно это даст возможность повысить какие-то, скажем так, нормы безопасности в городе. Хотя бы люди увидят, люди задумаются, люди лишний раз либо нажмут на педаль этого тормоза, либо скинут скорость. И развивая тему нашего транспорта и дорожного движения, хотелось бы отметить, что уже с завтрашнего дня вы все сможете воспользоваться той опцией, о которой мы говорили. Это безналичная форма расчета с помощью мобильного телефона и тех валидаторов, которые мы сейчас устанавливаем в нашем подвижном составе. Достаточно много единиц этого подвижного состава уже на сегодняшний день оборудованы этими валидаторами. И эту работу мы ведем и дальше. И уже с завтрашнего дня можно скачать обновленную версию этого мобильного додатка на любой гаджет, каким вы пользуетесь. И с помощью мобильного телефона рассчитаться за поездку в нашем общественном транспорте. Также из новинок, из изменений в этой работе нашего общественного транспорта, хотелось бы рассказать еще о 14 маршруте. 14 маршрут, я думаю, все жители города его знают. Это маршрут, который идет в аэропорт. Так вот, уже совсем скоро этот маршрут немного изменит схему и будет заезжать на улицу Рихтера. С помощью этого мы зацепим действительно достаточно большой жилой массив, также торговый центр достаточно большой, это Таврия В, и несколько учебных заведений. Эта опция теперь доступна с помощью машин, которые работают на автономном ходу. Это те электробусы, которые мы собираем в Одессе, и те машины Белкоммунмаш, которые мы оборудуем автономным ходом. Хочу отметить, что сейчас изменения этих маршрутов, в частности это 14, а в дальнейшем будут изменения еще, нам делать намного легче. Так как нет необходимости уже завязываться за существующую контактную сеть, а есть такая опция, как автономный ход в наших машинах. И на завершение сегодняшнего выпуска хотелось бы еще рассказать непосредственно о городском хозяйстве. То есть те мусорные подземные контейнера, которые мы начали устанавливать несколько месяцев назад, и которые действительно очень хорошо себя зарекомендовали, были испытаны как водой, как огнем и всевозможными способами вандализма, так скажем. Выдержали все испытания, и вот мы начинаем вести эту установку подземных мусорных контейнеров и дальше. Новые четыре контейнера сейчас установлены уже на бульваре Звонецкого, ведутся работы по французскому бульвару, и в дальнейшем на различных это локациях города будут появляться эти мусорные контейнера подземные, и я думаю, что и это новшество, и эта опция Одесситам очень понравится. На сегодня, наверное, все. Это, как всегда, видимся через неделю. До новых встреч!